Поколе увага, и гроши американского экс-гегемона сконцентрованного Украины сбегла из Беларуси за непокойный тым, где найти сродки и новые гранты. Только в Вашингтоне уже давно стемили, что толку с их нема. Тому доводится, что самые отчаянные домохозяйцы в Вильне стоят на политичном дядзинце. На вот что Беглянка ездила на мюнхенскую конференцию на Самрэдж, инсайдерские подробностей у Марии Петрашко. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. В последние дни я вдруг заметила настоящую агонию, ну или, скажем, вежливо массированную информационную пропаганду. Якобы удачного визита одной Светланы Перемчук, ну, по-моему же вроде как Тихановской, на мюнхенскую конференцию. И все бы ничего, если бы мы не знали, как там было на самом деле. Почему-то никто из независимых СМИ не пишет правду о том, что на конференцию беглые сами напросились в наглую. Светлана удивится, услышав про это, но мы здесь в курсе, что она долго искала финансы на поездку в Мюнхен. А на самой конференции ее главной задачей был поиск спонсоров. Но вы бросьте эти свои шуточки. Эскорт этот сугубо политический для обеспечения дальнейшей борьбы за демократию. Только вот основные жертвы избегали Светланы и просили оставить без огласки их мини-беседы. Но давить на жалость, этому, наверное, учат в кружках беглых по интересам. Не знаю уж, сколько выпросила серебряников Света, но один успех у нее есть. Фото с Клинтоном стало настоящим мемом. Как состарилась Моника Левински. Хотя старина Клинтон, видимо, все равно не прочь испачкать ей платье снова. Чем там Света на конференции занималась? Стоило ли начинать политическую карьеру и обманывать своих невероятных сторонников ради такой славы? Вот видно, как рад встрече с белорусской страдалицей канцлер Германии Шольц. В курсе ли Шольц, кто вообще перед ним? Но, по словам самой беганутой, она призвала Берлин стать одним из лидеров коалиции в поддержку демократической Беларуси. Выступить гарантом перехода от диктатуры к демократии. Напомню, как реально выглядит демократия по-немецки. Света либо реально в несознанке, либо желать Беларуси такое. Схватила вот еще зачем-то бедную Нэнси Пелоси, что та, судя по растерянной улыбке и шоке в глазах, могла ненароком испугаться, что перепутала Мюнхен с таким же жаждущим денег на «э-демократию» в кавычках «Тайванем». Когда вильнюсская мадам поняла, что ничего выпросить не смогла, то пошла уже по отработанному сценарию. Говорит вот главе МИД Исландии. Нам, мол, нужно наладить выпуск альтернативных белорусских документов, обеспечивающих законное нахождение белорусов в Евросоюзе. Зачем это Исландии? Судя по выражению лица, их министр иностранных дел тоже не в курсе. Но почему-то обеданутая Светлана забыла добавить, что в планах у ее офиса взимать значительные суммы за выдачу этих альтернативных бумаг. Тем временем, в самой Исландии. Инфляция в Исландии превысила максимум 2010 года. Потребительские цены в Исландии выросли за год на 8,8%. Конечно, самая отчаянная домохозяйка не могла не сфоткаться с главным сценаристом всех цветных революций региона, Джорджем Соросом. Миллиардер? А значит, денег дать может, решила Светлана. Сорос не Клинтон. Ему пришлось предлагать возобновление программ поддержки белорусского гражданского общества. Но Сорос-то потерпел фиаско именно в Беларуси. Вот и напомнил он вильнюсской мадам, что Беларусь была первой страной, откуда выгнали его организацию. Читаем, денег нет, но вы держитесь. Впрочем, за деньги Света готова и вправду на многое. Даже предать своих сторонников и изначальные постулаты своей программы. В который раз уже, правда, я сбилась со счета. Ей понадобилось аж три года, чтобы сделать русофобский камин-аут. Беглянка заявила, что не видит перспектив партнерства Беларуси с Россией. Отметила, что после демократических преобразований Минск выйдет из АДКБ. Добавила, что все договоренности, заключенные между Беларусью и Россией с 2020-го, незаконны. У Столтенберга, что ли, шпаргалку украла? Но зато хоть в чем-то Света в теме. Видят, что без русофобии с привкусом нацизма нынче денег на Западе не добыть. А для Светы это ж больше, чем мюнхенская паперть, ой, конференция. Это венец ее главного дела последних двух с половиной лет политического туризма. А что же вы думали? Родину продавать не мешки ворочать. Еще больше инсайдов в наших телеграм-каналах.